Всем привет братишки, с вами Злом, 20 числа в Волве появился новый патч 2.11, я как обычно просрал его, но успел уже поиграть и в принципе буду знать про что рассказываю. Основные изменения. Экономика в магазине, если можно так это назвать. Если вы зайдете в игру, то увидите, что очень много всяких там цифр поменялось, то есть многие персонажи стали стоить намного дороже, ну и соответственно монстры стали стоить намного дороже. У многих от этого бомбануло, но на самом деле я могу это объяснить тем, что изначально все стоило дешево и было меньше способов добывать ключи, а сейчас ключи валятся со всех сторон и у всех их очень много, соответственно цены на всех монстров возросли. Если вы играли во время ивента X10, в принципе у вас есть практически все персонажи, которых вы хотели купить, ну и наверное нет тех персонажей, которых вы не хотели купить. Блин, да. Так, Store Content. Что завезли в магазин? Для Валерия завезли скин для оружия, Феникс. Для Кракена завезли какой-то скин, Карни Войер, что это такое, не знаю, короче какой-то скин для него завезли. Сильверки и Голя Бэдж. То есть новый значок появился, который стоит 100 тысяч ключей. Это для тех, кому некуда девать деньги. Он, кстати, классный. Вот. Кооперативные изменения. Кооп-апдейтс. Много всяких изменений было введено в искусственный интеллект монстров. Тут так написано. А также в кооперативный режим были добавлены такие монстры, как Гаргона и Метеор Голиаф. То есть вы теперь их сможете повстречать в кооперативном режиме. Спасибо за это. Те времена, когда там был просто Голиаф, были ужасны на самом деле. А теперь там есть практически все монстры. Но не все. Так. Помимо этого, было изменено меню, в котором можно посмотреть, какие у вас есть значки и каких у вас нет значков. Раньше такого меню вообще не было. А теперь оно сделано намного удобнее. Если вы заглянете в игру, увидите, что там появились какие-то новые значки. Единственное, что плохо, вы не можете увидеть, какое условие для получения определенного значка. Ну, то есть было бы намного удобнее, если вы наводите на какой-то значок и смотрите, за что его дают. Ну, там, допустим, там 20 уровень Кэллы или что-нибудь такое. Но такого, к сожалению, нет. Зато вы видите, какие классные там есть значки, которых у вас, допустим, до сих пор нет. Так. Изменение баланса. Я, честно сказать, не так могу, не сильно могу понять, что это такое. Пассивный урон, такой, как горение или отравление. То есть больше периодический урон, такой, как отравление или поджигание. Не будет влиять на нарастание брони монстра. Я так понимаю. Если это переводится не так, будьте добры, укажите это в комментариях. Так. Большие изменения коснулись Слима в этом патче. Слима вообще пытаются перебалансировать с самого начала бета. И его изменения затрагивают очень сильно. Сначала он был никакой, потом стал какой-какой, потом его понерфили. И сейчас меняют уже его некоторые обилки. В принципе, такой опыт был с Бакетом. Сейчас такой опыт есть со Слимом. То есть у Бакета убрали голову, потому что он был бесполезен. И у Слима, в принципе, его гранатомет, который создавал споровое облако, он тоже был... Ну, не то, чтобы вообще бесполезен. Он был полезен, когда он только появился. Монстром очень трепал мозги. Но сейчас это вообще бесполезная вещь. Потому что... Ну, потому что. Так. His Healing Burst is now toggle on-off ability. То есть его вспышка исцеления теперь получила возможность вкл-выкл. Ну, то есть включить-выключить. Если кто-то из охотников рядом находится, и его, как бы сказать, ему нанесли урон, то эта штука будет активироваться автоматически. То есть, если раньше вы играли как за Слима, вы прожимали левую кнопку мыши и стреляли по монстру, одновременно с этим спамили четверку. Для того, чтобы ваша вспышка постоянно хилила. Сейчас она будет это делать автоматически. Вам достаточно для нас нажать четверку, то есть включить. У вас загорается четверка, и вы начинаете хилить, прохиливать своих союзников. Ну, соответственно, остается вам только стрелять. Помимо этого, была поменена его обилка, как я уже сказал, споровые гранаты, или как эта штука называла, споровое облако, которым вы стреляли с помощью гранатомета. Его заменили на мутировавшие гланды. Мутировавшие адреналиновые гланды. Эта обилка была уже сперта на самом деле у Лазаруса. Лазарусу не так давно повысили эффективность его клок, как эта херня называется, невидимости. Во время невидимости Лазарус отхиливается и получает скорость бега. У Слима примерно такая же штука, то есть вы прожимаете двойку, на вас накидывается хил, и одновременно скорость бега, но поскольку у него нет невидимости, как у Лазаруса, вам вместо этого дали Jump Height, то есть высота прыжка. Написано, Остальные изменения по Слиму вы увидите ниже по списку. Так, главное изменение. Мобильная арена. Стадия вторая монстра. И чтобы скинуть кулдаун арены, нужно снести не 6,5% хп, а 7,5% хп. Третья стадия. Чтобы снять арену, нужно снести не 8,5% хп, а 9,5% хп. Почему так? Дело в том, что это было заметно, когда монстр роняет одного охотника, кулдаун, получается, купола снижается на одну минуту, и когда монстру сносите хотя бы чуть-чуть хп, то есть там вообще крапаль получается, то монстр начинал улетать. И, соответственно, если у вас упал один охотник, и вы подамажили монстра, ему вы не нанесли никакого почти урона. Такая фигня вот была. Сейчас порог снятия купола был повышен, и монстр получит больше урона перед тем, как свалить из купола. Если он уронил одного охотника, и ханты более-менее нормально играют. Так. Time don't stay up without a hunter present. Если хантов нет в куполе, ну, допустим, уронили, ну, там, допустим, был один хант, он упал, а остальные ханты за куполом, то купол держался 10 секунд без присутствия охотников. Сейчас он будет держаться только 5 секунд. То есть, не смейте ловить монстра в одиночку. Successful Dom Promptling 3 from 5. Хуево знает, что это такое, ребят. Я даже, если переведу это, я не смогу понять, что это. Так. Dropship. За каждого побитого охотника кулдаун корабля был... повышается не на 13 секунд, а на 15 теперь. Так. Ну, имеется в виду, инкап это чуваки, которые падают, но не умирают. То есть, с пистолетом валяются. Как ниггеры. Максимальный... Max Dropship Timer Increase. Максимальный таймер корабля был увеличен со 130 секунд до 145 секунд. Очень много раз монстры сталкивались с такими моментами, что убивали почти всех охотников, и вы пытаетесь одного последнего догнать, но тупо не успеваете. Таймер корабля откатывается, и, соответственно, все ханты сбрасываются вниз. Сейчас монстрам в этом плане будет легче, потому что таймер будет увеличен. Так. Solo Matchmaking Benefits. Изменения в соло игроков. Так. Ранг второй. Два соло игрока. То есть, два человека играют в пати, два человека играют в соло. Соответственно, у всех хантов увеличивается хп на 15% вместо 12. Скорость передвижения увеличивается на 9% вместо 6. И регенерация джетпаков увеличивается на 9% вместо 6. Как было раньше. Ранг первый. Один соло игрок. Три человека играют в группе, один человек играет в соло. Хп возрастает у всех на 12% вместо 9. Скорость передвижения возрастает на 7% вместо 4. И регенерация джетпака возрастает на 7% вместо 4. Монстры. Главное изменение. Энергия, которую вы получаете за то, что сбили охотника с ног и положили его валяться с пистолетом, возрастает не на 3, а на 2. Почему это было сделано? Дело в том, что в прошлом патче добавили такую штуку. Если вы наносите определенное количество урона, то вы, соответственно, получаете энергию на халяву. Видимо, рост энергии дополнительный способ нарастить монстру энергию. Энергия это то, ради чего... Ну, то, из-за чего вы эволюционируете, если что. Синяя полоска вокруг вас. Точнее, синий кружок. И... Появился новый способ добывать энергию. Соответственно, сейчас из-за побитого охотника вы получаете меньше энергии. Для чего это было сделано? Просто монстры слишком быстро эволюционировали. Декресс, ник, паунш, граб, радиус of all monsters. Был уменьшен... Был уменьшен радиус скрытной атаки всех монстров. Кулдаун скрытной атаки был увеличен с 2 секунд до 4 секунд. Если вы попытаетесь после скрытной атаки еще раз попытаться атаковать скрытно, у вас это не получится на протяжении 2 секунд, на протяжении 4 секунд теперь. Раньше было 2, сейчас 4. Так, бегемот. В прошлом патче эту способность у него убрали, но сейчас немножко вернули, но только наполовину. Во время того, как вы находитесь в форме шара и крутитесь, урон по вам понижается на 25%. Это не стакается ни с чем. То есть, по идее, не стакается даже с вашей другой обилкой, которая называется живая крепость. Jack Repusal, drain per second, increased to 50% from 40. Я хуй знает, каким тут вообще хером затолкали. Репульс от Джека, но написано, что за каждую секунду он истощается на 50% вместо 40. Видимо, это именно в бою с бегемотом. Так, Tongo Grab. Max Grab radius increased to 4 meters from 3 meters. Если вы попали куда-то языком, то ваш язык может захватить цель в радиусе 4 метров вместо 3. Таким образом, бегемот будет легче попадать по цели своим языком. На самом деле, этой обилкой очень сложно целиться. Так, живая крепость. Время существования стака в живой крепости было увеличено с 4 до 6 секунд. Бегемот, хоть и живучий, скотина, но предыдущий патч, когда ханты все-таки научились против них играть, показал, что они не сильно живучие. Соответственно, мы видим апы бегемота в плане языка, в плане возврата вот этой способности. Раньше, напоминаю, форма шара понижала по вам урон на 50%, сейчас только на 25%. Но раньше не было живой крепости. Чтобы накапливать стаки живой крепости, нужно было нанести бегемоту 75 урона, сейчас 65 урона. Так, что касается перков, монстров, мутировавшей коготь, мухобойка, развитый коготь и заземлитель, у них у всех был понижен урон на всех уровнях. И стоит вам задуматься, брать ли эти перки в дальнейшем. То есть урон будет понижен у них у всех, абсолютно у всех. Видимо, слишком часто их брали. Так, охотники, слим, пушка-пиявка, кулдаун. Понижение кулдауна за каждое попадание было увеличено с одной секунды до двух секунд. Максимальный кулдаун, который вы можете одним выстрелом снизить вашу вспышку исцеления был, ну, не был, а есть 6 секунд. То есть, если вы попали по бегемоту, потому что по нему легче всего попасть, то кулдаун вашей способности будет снижен на 6 секунд. Честно сказать, бегемоты в этом плане больше всех страдают. С горгоной или с призраком сражаться в этом плане сложнее, потому что они, ну, по ним целиться сложнее. Так, хиллборст. Раньше вы хилили всех на 200, сейчас вы будете хилить своих тиммейтов на 165. Себя вы хилили на 175, будете хилить на 155. Добавлен выключатель для способности вспышка исцеления. Автоматически кастует, когда любой охотник рядом с вами теряет здоровье, и тогда активируется триггер. Споровое облако было заменено на ампутировавшие адреналированные гланды. Действует способность 6 секунд, кулдаун у нее 25 секунд. Когда Слим активирует эту способность, она подхиливает его на 80 каждую секунду. Скорость передвижения увеличивается на 25%, а высота прыжков его на 300%. То есть активируете, упрыгиваете, и это повышает вашу выживаемость. У Слима, честно скажу, всегда были проблемы с выживаемостью, с выживаемостью, если его фокусили. Но саппортом стоит не забывать о том, чтобы считать его вовремя. Вот. Электрогриффин. Последний захват Reload Speed increased to 4 seconds. Перезарядка последнего захвата Электрогриффина была увеличена с 3,25 секунды до 4 секунд. Электрогриффин очень сильно проявляет себя в бою в куполе, и многие монстры от этого пипец как страдают. Вот, соответственно, подъехали нерфы к его перезарядке гарпуна. Квантовая Кайра. Понижение урона было увеличено с 50 до 55 процентов. То есть вы со своими матрицами можете жрать больше урона теперь. Хиллбурст кулдаун. Кулдаун вашей вспышки исцеления был понижен с 18 до 16. Сможете чаще ее прожимать. Хиллбурст хилинг пер секунд. Каждую секунду вы захиливаете не 80 а 88 своей способностью вспышкой исцеления. Для чего это делается? Дело в том, что у Квантовой Кайры очень хуевый захилл, откровенно говоря. И поскольку он такой хуевый, а по-другому это не назвать, то ее пытаются хоть немного апнуть. Вообще многие медики сейчас подвергаются изменениям. Вэлл валили медган хилил 110 в каждую секунду. Сейчас он будет хилить 115 в каждую секунду. Валю пытаются доапать до нормального состояния. Ей мало играют. Очень мало. Вэлл разбойница. Эту девчонку занерфили просто к херам первыми патчами. И сейчас пытаются вернуть хоть какую-то способность играть вообще. Ваша аура хилила на 35 всех. Сейчас она хилит на 38. Бобитых охотников хилила аура на 56. Сейчас хилит на 60. Вот. Ей сейчас будет немножко полегче играть. Не сказать, чтобы это очень большие сильные изменения, но все же хоть какой-то баланс пытаются привнести в игру в разбойницей. Техно сержант Хэнк. Орбитальный лазер. Время каста было понижено с 1 секунды до 0,75 секунды. То есть вы сможете на 1 четвертую быстрее прожимать свой лазер. Слишком долгий у него каст на самом деле. Эммет. Телепорт Эммета его кулдаун был увеличен с 50 до 60 секунд. На самом деле Эммет своим телепортом очень много крови попил многим монстрам. Он просто вставал за куполом и прожимал эту херню когда кто-то из хантов падал. И соответственно сложно было с ним было очень сложно сражаться. Если Эммет был дохера опытным и обладал достаточной обилкой для того чтобы ебать мозги монстру. Паладин Парнел этого бедного ниггера до сих пор продолжает нерфать. то есть его ввели недавно он был слишком апнут и сейчас его нерфают соответственно. Мутировавшее ружье урон с каждого попадания с каждой пули был понижен с 8 до 7 кулдаун редакшн пар палет инкрист понижение кулдауна с каждой пули было увеличено с 0,45 секунды до 0,9 секунды то есть в два раза быстрее будет откатываться кулдаун вашей вспышки здоровья. Макс кулдаун перешет сет 3 6 секунд то есть максимально если вы с одного выстрела попали полностью из дробовика откат будет понижен на 3,6 секунды ракеты дженерист хилили всех на 125 сейчас будут на 120 хилить хилинг бёрст понижен был ваш ваша вспышка исцеления была понижена с 500 до 475 то есть вы себя не так сильно хилить будете праведный гнев понижение урона было уменьшено с 30 до 25 процентов то есть паладин парнил сейчас не так сильно хорошо будет жить как раньше жил такие вот дела блять я все-таки сказал вот вот это основные изменения патча 2.11 ну на самом деле мне очень понравилось как слиму переделали потому что ну будем честны от бесполезных обилок стоит избавляться и менять их на что-то более-менее нормальное конечно по сути что я сейчас вижу парнил что-то дали там паладину парнил от слима слиму дали что-то от лазарус кому-то дали еще что-то такое то есть классы начинают быть похожими это с одной стороны немного скудность механика идет а с другой ну могли бы допустим как-то не знаю споровое облако переделать чтобы в нем меньше урона люди получали такую херню могли бы сделать но им бы сложно было пользоваться постоянно переключаться между орудиями фигня это все слиму сейчас добавили выживаемости и честно сказать сделали его более казуальным на самом деле это не так плохо по сравнению с тем чем он был раньше чем он был в начале беты а он был просто мусором сейчас это более менее нормальный медик ну и как мы видим в этом патче с медиками вообще очень много изменений обычно их не трогают а сейчас трогают и очень сильно такие вот блять дела разработчикам в этом плане виднее потому что у них на руках вся статистика по всем персонажам и они видят кто где просирает кто где выигрывает поэтому они вносят данные изменения надеюсь эта игра когда-нибудь доберется до настоящего баланса чем больше блять персонажей в этой игре тем сложнее наладить баланс на самом деле вот всем спасибо за просмотр братишки надеюсь вам не было слишком скучно всем пока до сих пор